Привет всем! Сегодня мы поговорим о моих любимцах осени. Я как бы нашла для себя очень много замечательных бьюти-фаворитов, о которых я хотела вам рассказать, хотелось поделиться, поскольку в последнее время я видеофавориты как-то не очень часто снимаю, довольно редко. И в основном снимаю даже не фавориты, а к чему тянется рука. В этот раз к чему тянется рука являются абсолютными фаворитами отличные-отличные продукты. Обычно осенью начинает немножечко меняться влага в воздухе, количество влаги начинает, если у вас сухая кожа, вы меня поймете, начинает немножечко меняться то, как ваша кожа реагирует на погоду, которая холодает и холодает. Уход всегда важен, но особенно в демисезонье я нахожусь, что так на кривой кобыле не проедешь. Приходится хорошенечко за кожей ухаживать, чтобы она была в хорошем состоянии, чтобы поддержать здоровье кожи. Давайте же начнем с клензера. Вот эту штуку мне мама купила. Поскольку я живу в Восточной Канаде, там рядом с нашей провинцией есть остров Принца Эдварда, Принц Эдвард Айланд. И там начали делать вот эту линейку уходовую, Quanescence называется. И это Facial Cleansing Cream, то есть крем-клензер для очистки кожи. Для моей сухой кожи не все подходит в качестве очищения. У меня, более того, кожа достаточно нежная. Она реагирует на все, что попало. Не дай бог, какие-нибудь ингредиенты не очень кошерные там появятся. И вот эта штуковина меня просто удивила. Здесь отличные ингредиенты. Очень-очень маленький состав ингредиентов, но настолько эффективен этот крем. Пожалуй, лучше клензера я еще не пробовала. Более того, он не просто умывает мою кожу, притом увлажняя, но еще он может убрать макияж. Это один из тех очистителей, которые можно использовать в два раза. То есть первый слой для того, чтобы убрать макияж, второй слой для очищения. Не остается после смывания, остается увлажненная, приятная кожа. Не остается никаких проблем или пленок. Никакого осадка на коже не остается, что очень приятно. Итак, в качестве ингредиентов здесь вода, масло абиссинника, глицерин, кокосовое масло. Так что если у вас к кокосовому маслу претензии, может быть, вам не подойдет, мне кокосовое масло не мешает, особенно в клензерах, в уходовых продуктах для лица. Я обычно не покупаю себе с кокосовым маслом уходовое средство. Написано, сделала в BioSpa Cosmaceuticals Summerside, Prince Edward Island. Я была в Summerside. Прелестный маленький городок и вообще весь островок. Если вы читали Anne of Green Gables, но это о такой рыжей сироте, которую усыновили, которая жила на Prince Edward Island. Очень-очень интересная история. И написана одной из очень знаменитых писательниц канадских в начале столетия. Замечательная книга в Японии, почему-то она очень популярна. Ладно, чего-то мы ушли в сторону. В общем, отличный клензер. Я им пользуюсь постоянно, мне он очень-очень нравится и, скорее всего, буду покупать опять. Дальше у меня тоник для кожи лица. И это тоник от Fresh. Как вы здесь видите, здесь розовые лепестки плавают. Не знаю, мне как-то не очень нравится, что они сюда понапихали розовых лепестков. Ну, я думаю, это так, для привлечения клиентов. Потому что интересно выглядит. Но, на мой взгляд, не обязательно. Это Rose Deep Hydrating Facial Toner с розой. И это отличный тоник для нежной кожи, которая может реагировать на разные химикаты. Если у вас нежная сухая кожа, именно для сухой кожи я бы посоветовала. То есть, я могу сказать, что подходит он для любой кожи. Этот самый Rose Deep Hydrating Facial Toner. Но поскольку он не дешевый, я советую именно, если у вас проблемная сухая кожа, которую надо успокаивать, увлажнять. Обычно вот такого рода сухая кожа, которая реагирует на всяческие косметические продукты, как у меня. Обычно она очень хорошо выглядит, когда она в хорошем состоянии. Она выглядит практически идеально. Но, к сожалению, если она не в хорошем состоянии, то появляются проблемы очень быстро. И она очень быстро скатывается, так сказать, как прямо с горы. Все. От хорошего до плохого один шаг. Так. Далее. Вот эта штуковина. Хотела ее упомянуть. Вот это вот не могу сказать, что мой вот самый-самый суперфаворит. Но интересная штуковина. И хотела о ней рассказать. Это Lux Botanicals Kigelia Corrective Moisturizer. Здесь 60 мл продукта. Как вы видите, я хорошенечко к этой штуке приложила. Здесь это для комбинированной кожи, для жирной кожи, для нежной кожи, как моя. И раздраженной кожа. И они тут говорят о том, что вот это вот такой вот увлажняющий гель. Хорошо после процедуры им пользоваться. И я согласна. Очень-очень успокаивающая. Вот именно у меня такая успокаивающая тема в моих продуктах для ухода за кожей. В настоящий момент именно потому, что осень меняется. Погода и кожа моя восстает против меня. Так вот, эта штуковина хороша именно для постпроцедурного ухода. Если вы занимаетесь какими-нибудь пилингами, микронидлингом и еще всякими другими такими, увлекаетесь и балуетесь процедурами, то такого рода очень мягкий успокаивающий крем-гель, который будет питать, впитываться и не будет раздражать, хорошая штуковина. Сделано в США, к сожалению, опять-таки могу сказать, что удовольствие не дешевое. И скорее всего, если у вас лимитированный бюджет, то вот эта штука того не стоит. Можно найти что-нибудь гораздо дешевле для ухода за раздраженной кожей, именно для увлажнения. Но это, конечно, такая люксовая игрушечка, люксовая штучка, которая мне нравится. Поэтому о ней я и рассказываю. Тем более, продукт достаточно интересный по текстуре, консистенции. Это такой инновационный продукт и, мне кажется, очень эффективный. Но цена может предотвратить широкие массы от покупания или от покупки именно этого конкретного продукта. Спрей. Уже второй флакон этого спрея у меня, поэтому он мне нравится. Это миниатюра, у меня еще есть полноразмерный спрей. Это Josh Rosebrook Skin and Hair Care Hydrating Accelerator Moisturizing Facial Mist. Здесь, опять-таки, очень-очень чистый бренд, зеленый. Ну, как я люблю. Вот это, вот это, вот это более или менее по ингредиентам чистый бренд. И вот это все у меня в настоящий момент очень такое, очень наклоняющиеся к зеленым чистым натуральным продуктам. Хорошего качества. Опять-таки, не дешевая штука, но вот это вот я, наверное, буду покупать и дальше. Мне очень нравится этот спрей. Я скажу вам, для чего. Вот этот вот тоник я использую с утра перед нанесением макияжа, чтобы очистить кожу после вечера. Я не умываюсь, опять-таки, с утра. Я именно просто использую тоник. Поскольку, ну, поскольку у меня сухая кожа, мне умываться часто нельзя. У меня испортится сильно состояние кожи, если я это буду делать. И именно вот эту штуку я люблю наносить вечером после умывания. Допустим, я умоюсь именно этим или каким-нибудь, может быть, другим клэнзером. А потом спрей наношу. После спрея наношу все сыворотки, серумы и дальше, ну, разные слои уходовых средств. Но вот этот вот мой самый первый после умывалки, чтобы увлажнить кожу и приготовить ее к тому, чтобы она могла принять все те продукты, которыми я пакую ее на ночь. Я думаю, что этот спрей может быть не единственный, который мне очень понравился, но он первый из тех, которые я попробовала именно в этой роли. Для того, чтобы увлажнить кожу перед тем, как наносить вечером после умывания всяческие увлажняющие или другие какие-то ретиноиды, может быть, хорошо работает. Прекрасный спреер, очень хорошие ингредиенты. Мне нравится, как освежает и увлажняет кожу этот спрей. И действительно качественный состав, что очень-очень радует. Более того, чистый продукт. Вот присмотритесь к Джорджу Розбрук. Я еще не очень много попробовала от этого бренда, но этот спрей мне настолько понравился, что у меня их два. Один для путешествий, вот этот вот, который у меня сейчас на туалетном столике, и один в ванной, там, где у меня вечерний уход стоит. Я вам как-нибудь покажу мой обновленный вечерний уход. Этот спрей там, конечно же, присутствует. Последний продукт уходовый, это вот эта вот штука, которую мне подарила моя любимая подруга Мила. Это штука от бренда The Ordinary, который мне в последнее время очень нравится. Не все продукты мне на 100% нравятся от этого бренда, но у них есть просто замечательнейшие, замечательнейшие ингредиенты. Это элегантные, минималистические формуляции за очень небольшие деньги, что весьма-весьма приятно. У них даже есть ретиноид, который мне очень-очень нравится, который я считаю очень хорош для молодой, хорошо себя чувствующей кожи. Все-таки надо в аптеке брать правильные концентрации ретиноид, если у вас акне, но если ретиноид поддерживающий, просто для текстуры, для сияния, для улучшения качества кожи, как я использую, то достаточно небольшого-небольшого процентажа, то есть небольшого количества ретиноида в ваших водовых средствах. И от The Ordinary достаточно дешевый ретиноид имеется, более того, не сушащий. Я вам в пустых баночках о нем расскажу, потому что он у меня почти закончился, мне нужно будет, когда я буду в Торонто, купить замену. Так вот, вернемся к нашим котлетам. The Ordinary пикногенол от The Ordinary пикногенол 5%. Это антиоксидант. У него есть небольшой вот такой вот цвет, как вы видите, оранжеватый. Он таким всегда был, это не оксидация. Весьма замечательный антиоксидант. Может быть, даже мне нравится больше, чем многие из серумов витамина С. Для меня это неплохая замена витамину С, если у вас является витамин С раздражителем, и у вас какая-нибудь реакция появляется на этот самый антиоксидант. Здесь у нас нежная, не увлажняющая, чуточку мысленистая, но очень быстро впитывающаяся текстура, то есть прекрасно подходящая именно для сухой кожи. Присмотритесь. Вот это вот один из моих самых любимых теперь продуктов из The Ordinary. И уже больше, чем наполовину этот флакон пустует. Поэтому за два с половиной месяца я практически его закончила. Примерно вот такие вот флаконы. Здесь пару капелек буквально можно использовать. И эффект прекрасный. Моя кожа замечательно реагирует на этот продукт. И буду обязательно его еще покупать. Привезу с собой сторон-то ретиноид. И привезу вот этот вот фикногенол. Присмотритесь. Давайте перейдем к макияжу. Здесь у меня не очень много, но достаточно интересных находок. Во-первых, вот этот гель-крем я о нем уже вам рассказывала. Просто я вытянула на осень для увлажнения и для приятности. Это одна из моих любимых текстур макияжных. Если вам нравятся полупрозрачные, с не очень большим покрытием, точнее с очень небольшим покрытием, с легким покрытием, так сразу скажу. Гель-крем. Опять-таки, вот эти вот гелевые легкие увлажняющие текстуры, как раз-таки то, что мне нравится в последнее время больше всего. Так вот, это Complexion Rescue от Bare Minerals. Один из их очень удачных, очень часто продаваемых, успешных продуктов. Поэтому я думаю, что они оставят в линейке этот конкретный гель-крем. У него немного тинта, то есть он немножечко, немножечко скрывает какие-то недостатки. Самый лучший его, так сказать, плюс в том, что здесь есть, во-первых, SPF 30. Во-вторых, это увлажняющий, но нежирный, именно потому что текстура гелевая и легкая. Легко впитывающийся и застывающий на лице крем. И при том у него сияющая, но нежирная и нелипкая текстура. То есть кожа выглядит совершенно натурально и совершенно сглажена. Но не видно на ней никакого макияжа. В общем, отличная штуковина. Мой цвет Opal 01, самый светлый. Светлее вы не найдете. Но я на 100% рекомендую попробовать. И мне кажется, что если вы не любите очень матовый финиш, то подойдет, в принципе, для любого типа кожи. Поскольку для моей сухой кожи он подходит отлично. Но он нежирный. Поэтому на какую-то более комбинированную кожу или жирную кожу тоже ляжет хорошо. Но если у вас жирная кожа с высыпаниями, то, конечно же, этот крем нет для вас. Если вы, может быть, хотите носить его и какой-нибудь хороший консерв, чтобы наслоить на крем и как бы прикрыть то, что взгляду не стоит видеть. А может быть, вас даже и не беспокоят прыщи, и вы спокойно с прыщами выходите на ночь. Тоже нормально, ничего страшного. Ходите, как хотите. И наплюйте на всех остальных. Поэтому, если не хотите, не надо их даже прикрывать. В любом случае, эта штука хороша. Особенно приятно, что хорошие ингредиенты увлажняет и SPF имеет в себе. Я в последнее время использую вот этот вот флакон. Не флакон, банку. И это Guerlain Meteorite Perle de Satin. 25 граммов. Прелестная коробочка. Я не выдержала и взяла. Я не люблю, я передарила свою метеоритную кисть. Она плоха. Вот объективно плохого качества кисть. Я вообще не понимаю, как Guerlain ее еще до сих пор продают. Она ужасна. Я ее передала кому-то и даже сначала хотела выбросить. Но поскольку она такая красивая и в пауче, в вельветовом идет, то пусть кто-нибудь другой хотя бы может для красоты ее держит. Я не знаю. В общем, очень плохая кисть. Я от нее избавилась. Вместо той метеоритной кисти использую вот эту вот от Bobby Brown. И это их обыкновенная кисточка для Face Brush, кажется. Да, Face Blender называющаяся. Но вот это вот с коротенькой ручкой. Они у нее продаются в обыкновенном наборе с длинной ручкой. Качество такое же, как в оригинале. То есть полноразмерной кисти. Но мне вот именно такая маленькая кисточка нравится, поскольку она работает практически как кабуки. Ею очень легко вот так вот держать и втушевывать вот эту вот пудру. Поэтому вот это вот моя любимая двоечка. Если вы не любите кисточки от Guerlain, они, на мой взгляд, достаточно ужасны, то попробуйте, может быть, кисточки от Bobby Brown с вашими метеоритами. Эти метеориты достаточно приятны для осени и зимы. Это вот такие вот желтые, розовые, бежевые шарики. Конечно же, пахнет, как метеориты пахнут. И вы знаете, что они пахнут фиалками. Точнее, с сухими фиалковыми конфетами какими-то почти. Конечно же, упаковка – это половина удовольствия. Запах – это вторая половина удовольствия. Но это хороший цвет для меня. И я думаю, подойдет также, потому что он немного корректирует и придает сияние кожи. Я думаю, подойдет практически для любого тона кожи. То, что на мне сейчас, и то, что в последнее время я очень-очень часто ношу. Это Plume Beauty Nourish and Defined Palmy в цвете Ashy Daybreak. Меня они прислали. Цвет выбрала я сама, но они мне прислали вот эту вот помаду для бровей. Спасибо им большое. Отличный цвет, хорошая помада. И она шла с кистью и щеточкой. Кисточка мне кажется слишком маленькой. Мне она не подходит. Она, ну, неправильная, мне кажется, для этой текстуры. Кисть, которую я использую, это вот эта вот скошенная кисть от The Real Techniques. Называется она Brow Brush. То есть это тоже кисть для бровей. Она потолще, более такая матерая и более жесткая, можно сказать, синтетическая кисть. Их тоже синтетическая. Но вот эта двушка, то есть кисточка от Real Techniques, и мне кажется, это одна из лучших кистей для бровей, которые я вообще когда-нибудь пробовала. Мне она очень нравится. И она у меня уже годами служит. Никаких проблем с ней. И вот эта вот помада от Plume. Мне, я думала, что она слишком кремовая для меня, но просто нужно было другой кистью ее наносить. И она хорошо наносится именно этой кистью. Поэтому для меня фаворит. В моей предыдущей коробке макияжной я включала вот эти тени от Youngblood. Youngblood чистая компания, Plume Beauty чистая компания тоже. У меня, опять-таки, как вы видите, гораздо больше и уходовых, и макияжных средств именно от зеленых, чистых, нетоксичных компаний. Youngblood отличная компания. У них прекрасные тени. Это Pressed Mineral Eyeshadow Quad в цвете Eternity. И это вот такая вот осенняя базовая палетка. Сегодня она не на мне. Но вот эта вот осенняя базовая палетка мне очень-очень понравилась. Прекрасные текстуры и для каждодневного лука как раз то, что доктор прописал. Хорошие текстуры, хорошо тушуются, хорошо носятся, вообще никаких претензий. И мне очень нравится вот эта вот цветовая гамма именно для базовых луков. Еще одна палетка, от которой я просто без ума и ношу ее постоянно. Natasha Denona Sunrise Palette. Если вы знаете этот бренд, Natasha Denona производит, наверное, лучшие, самые лучшие тени для глаз, которые вообще я когда-нибудь использовала. Мне нравятся многие формулы, но Natasha Denona у них самые интересные тени. Сегодня на мне вот эта вот палетка. Во-первых, упаковка, конечно же, хороша и качественно сделана. Вот такой вот разбор цветов. Это совершенно не мои цвета, совершенно не то, что я когда-либо вообще носила. Для меня, у меня просто вот, я увидела эту палетку и мне хотелось экспериментировать. У меня не было таких цветов вообще. Вот эти вот теплые тона, в основном не для меня. Я не люблю яркие тона, я не люблю теплые тона. У меня в последнее время пробудилась страсть к вот этим вот осенним теплым цветам. У меня одежда появилась этих цветов, поскольку мне нужно было заменять некоторые предметы гардероба. Они износились. И вот я решила палетку себе приобрести тоже. Я буду делать на нее отдельный swatch-ревью, чтобы вы посмотрели на то, насколько пигментированы, какие текстуры здесь. Что у Наташи Денона действительно хорошо. Это подбор текстур и подбор истории цветовой. Отличная штуковина. И опять-таки, это не мое форте. Это не то, что я обычно делаю. В смысле макияжа. У меня просто креатив какой-то попер. И эта палетка меня подзадоривает. Эти, кстати, магнетизированные тени, их можно, как вы видите, сзади сюда вот какую-нибудь иголку вставить и достать. И поставить в любой конфигурации в магнитные палетки. И в последнее время я очень-очень много из своих... Многие из своих теней достала из их оригинальных палеток. Прикрепила магниты к ним. И сделала... Сейчас играю и делаю свои собственные палетки, с которыми я вожусь. Мне менее интересно иметь какие-то уже подобранные палетки. И гораздо более интересно самой составлять цвета. Поскольку я их подоставала из своих оригинальных упаковок. И теперь они у меня живут именно в магнетизированных каких-то палетках. Я вам покажу подбор своих цветов в магнетизированных палетках. И это очень-очень весело и интересно. Действительно, раньше я прямо вот ничего кроме палеток не брала. А теперь однушки это все. Что мне хочется... С чем мне хочется играть. Но вот этот подбор цветов меня достаточно заинтриговал. При том то, что их можно доставать легко и в любое место закладывать. Вот так вот. Очень-очень нравится. Очень весело. И как вы видите, эти цвета, которые на мне сейчас, оранжево, такие желтые. Это совершенно не то, к чему вы, наверное, привыкли, когда вы на меня смотрите из камеры, через камеру. Еще вот эта вот штуковина. Опять-таки, чистый бренд. Прекрасный бронзер. Я очень рада, что я его попробовала. Это один из лучших бронзеров, которые у меня в настоящий момент в коллекции имеются. Сегодня он на мне. Такой вот тон, в общем, если вас интересует. Это Well People. Опять-таки, зеленый чистый бренд. Экологический. Bio Base Bricked Bronzer. Цвет номер один. Natural Tan. Замечательный бронзер. Он запеченный. Он очень хорошо наслаивается. Прекрасно растушевывается. Без всяких неприятностей. Ни к чему не липнет. И я думаю, этого компакта мне хватит, наверное, на всю жизнь. Поскольку используется только очень маленькое количество. Он имеет такую сатиновую текстуру, которая замечательно выглядит на коже. Это выглядит как кожа. Не обращайте внимания. Здесь у меня highlight. И цвет прекрасный для белоснежек, как я. Текстура замечательная. Хорошо наносится. Мой любимый метод нанесения. Вот такой вот дуофибровой кистью. Неважно, какого бренда. Моя от Real Techniques. Тоже называется Duo Fiber Face Brush. Ее я использую для бронзеров. Поскольку мне нравится чуточку набрать, а потом втушевать в кожу. Чтобы все это выглядело натурально достаточно. Окей. Тушь. Вот это вот не новинка для меня. Это моя любимая тушь. Это Baby Doll. Тушь от Yves Saint Laurent. Сегодня она на мне. Это одна из моих любимец вообще, когда-либо мною покупаемых. Уже много лет я ее покупаю. Иногда беру. И в будущем буду продолжать покупать. Это Mascara Volume Effect Fossil. Но у них кисточка. Такая расчесочка. Baby Doll. Разделяет, удлиняет. Не слипаются реснички от нее. Прелестная упаковка. Дело в том, что если это была бы для меня новая тушь, я бы о ней рассказала побольше. Но поскольку я ее уже годами использовала, я так думаю, что вы о ней уже на моем канале слышали. Одна из моих любимец. Теперь перейдем к парфюмам. У меня их два. Первый парфюм это Pure Musk от Narcissa Rodriguez. Я постоянно ношу этот парфюм. Даже скажу, почему. Это чистейшая ностальгия для меня. У меня в детстве, мне было, наверное, лет 5 или 6, папа из Германии привез мне куклу Барби. У этой куклы Барби был флакон какого-то парфюма. Я в свои детские годы этот маленький флакончик игрушечный, игрушечного парфюма, то есть парфюм был настоящий, но для Барби, так сказать. Я его обоняла маленькими дозами, лишь бы не. Он не испарился и просто этот аромат впечатлил меня. Настолько он впечатался в мою память. И я всю жизнь, можно сказать, ищу аромат, похожий на тот. Наконец-то я его нашла. Вот здесь его я понюхала и сразу же купила. Во-первых, я люблю ароматы Narcissa Rodriguez. Они мне нравятся почти все. Поэтому я так подумала, что, скорее всего, это будет еще одно дополнение к моей парфюмерной коллекции. Один из любимых брендов, производящих мейнстримовые парфюмы. А потом, когда я в Сифоре принюхалась к этому аромату, на меня наехало, налетело, накрыло меня этими самыми детскими воспоминаниями об этом кукольном парфюме. И вот здесь иногда, то есть, больше, чаще да, чем нет, я сожалею о своих импульсивных покупках парфюмерных. Мне гораздо больше... Я думальщик. Мне нужно ходить вокруг парфюмов и занюхивать долгое время, а потом я принимаю решения. Может быть, месяцами хожу вокруг них, может быть, годами иногда. Здесь я купила его сразу, как только понюхала, у меня даже двух мыслей об этом не было. Я сразу знала, что он мне нужен. И ношу его очень часто. Он прекрасно носится, как большинство ароматов Нарцисса, Родригес. Никаких сожалений. Это идеальный парфюм куколки Барби, который у меня был в 5-6 лет. Я на него сниму отдельный обзор, если вас интересуют конкретные ноты, но вот такая вот ностальгическая история с ним связана. Я, во-первых, конечно же, эстет во мне. Просто влюбился в этот молочный, даже не молочный, а белоснежный флакон матовый. Прекрасно выглядит. Очень цветочный мускус. Если вы не любите цветочный мускус, то вам не понравится. Но если кто-нибудь знает, о чем я, в смысле этого кукольного парфюма, мечта моя пришла ко мне. И, наконец-то, у меня есть этот замечательный, потрясающий и хорошо носящийся аромат. Присмотритесь, если вы любите Нарцисса, Родригес. Это интересный твист, интересная закрутка на их классический мускус. Последнее, что у меня тут, это вот этот пауч. И в нем магия. Магия моя личная. Это маленький флакон парфюмерного масла. Купить его нельзя. Это эксклюзивный эксклюзив, который был сформулирован лично для меня. Я на свадьбу подруги ездила в Сейден, Массачусетс. Если вы знаете историю, ну, примерно этого городка, там были судебные процессы над ведьмами. У них был какой-то совершенный атас. Там есть история о том, что они потравились какими-то грибами, грибками, которые выросли у них на пшенице, кажется. Они эту пшеницу ели и глицетировали. Но, в общем, неважно. Это всего лишь миф. Поэтому не знаю, насколько в него можно вкладывать какую-то веру. Это не факт. Это скорее миф. Так вот, там есть замечательная женщина, которая живет и работает в Сейлиме. И она парфюмер. Парфюмер именно масляных парфюмов. И она работает эксклюзивно с клиентами один на один. Смешивает для них лично микс, который прекрасно подходит и сидит на их коже. То есть, вы приходите, говорите, какого рода парфюм вы хотите смешать и платите за сессию один на один с ней. У нее клиенты по всему миру. Ее магазинчик называется Aroma Sanctum. Веб-сайт, мне кажется, не очень хороший у нее. Можете посмотреть, правда. Но она... Потому что она уже постарше. Дама в годах. И она работает с клиентами один на один. У нее постоянные клиенты по всему миру. И поэтому она как-то не особенно старается продать свои парфюмы онлайн. Но, по-моему, можно у нее заказать какие-то определенные смешанные уже не эксклюзивные, но определенные какие-то парфюмы, которые у нее продаются в ее онлайн-магазине. Так вот. Для меня был смешан вот этот вот эксклюзивный аромат. И я думаю, мне его как минимум года на два хватит. Это масло, поэтому носится хорошо. Просто днями оно сидит на моей коже. И именно на коже, не на одежде. И поскольку формулирована, то есть смешивала она этот аромат для меня именно на моей коже. Здесь несколько ингредиентов. Три главных ингредиента. Я пришла с идеей о том, чтобы произвести или купить для себя, сделать для себя, смешать для себя аромат молочной такой, не сладкой, не той, которая в конфетах, карамели. И хотела все это дело я базировать на сандале. Так вот. Здесь у меня просто совершенно идеальный мэтч для моего типа кожи, для моей химии. Мы очень уменьшили количество сандала, увеличили количество ванили. Здесь сандал, ваниль и масло. То есть животное масло, которым готовится. Не говорю о том, что масло туда накапали, но экстракт, вот эта вот интересная нотка масла, которую она говорит, ни для кого не использует. Она в основном не очень хорошо пахнет на коже. У меня кожа настолько сладко пахнет. Если наносить ваниль, то ваниль на мне раскрывается очень-очень так массивно. Я небольшой любитель очень сладких ароматов. Поэтому дозу ванили мы уменьшали, 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 пока не уменьшили совсем до каких-то минимальных пропорций. Но все же ваниль пахнет достаточно сильно, все равно. У меня здесь именно какая-то, кажется, египетская ваниль. У меня здесь классический восточный сандал. И вот эта вот нотка слегка горького масла. Это на мне пахнет магически. Я думаю, что на других, скорее всего, не будет так же пахнуть, как на мне. Масла по-другому себя ведут на коже, нежели какие-то, может быть, на алкоголе базированные парфюмы. Точнее, когда масла разведены в большом количестве алкоголя, это любые мейнстримовые, да и нишевые парфюмы тоже. Когда вы работаете с масляными парфюмами, они себя ведут иначе. Они гораздо дольше в основном носятся. Я просто была в восторге. Прекрасный сервис. Мне очень-очень понравилось. Сейчас у нее в кабинете хранится формула моего волшебного парфюма из трех ингредиентов, который для меня совершенно идеально подходит и на моей коже просто магически раскрывается. И когда у меня закончится мой флакон, я просто напишу ей имейл и закажу еще добавки. И вот она вот таким образом держит разные формулировки для разных клиентов, и она может вам смешать и прислать. Это было настолько мне интересно и здорово. Просто даже прийти и поработать с парфюмером, который смешивает эти самые ароматы. Это ее жизнь, это ее работа. Это было настолько интересно. Я вот в сейлом, честно говоря, не вернулась бы, мне город не понравился, но я точно бы вернулась к ней. Это все дело было обставлено как старая аптека с этими всяческими маслами в разных склянках из темного стекла, чтобы они не испортились. Настолько это все было интересно и любопытно. Если вы будете в сейляме или будете проездом даже в Массачусетте, обязательно позвоните ей, погуглите ее телефон, номер телефона и позвоните ей, остановитесь и попробуйте сами, самолично для себя смешать магический, только вам подходящий, замечательный масленистый парфюм, если вам это интересно. Итак, вот они мои любимцы. Фу, много я наговорила. Это все на сегодня. Расскажите мне, что вам больше всего пришлось по вкусу этой осени. Мне всегда любопытно. Это все на сегодня. Всем хорошего дня и удачи, замечательного настроения. Наслаждайтесь этим прекрасным сезоном. Пока!